Сегодня в области с рабочим визитом побывал глава государства. Рабочая поездка президента началась с посещения аула имени Наги Ильясова. Хасым Жомар-Токаев ознакомился с развитием образцового аула. На встрече с тружениками региона было подчеркнуто, что следует с должным уважением относиться к людям труда, которые продолжают дело знаменитого рисовода Ибрая Жакаева. Глава государства также отметил, что уделяет большое внимание развитию Казладинской области. Аул имени Наги Ильясова – один из образцовых по стране. В этом немалая заслуга рисовой компании «Абзалы Ка» – компания, где трудится 470 человек, выращивает рис на 5000 гектарах. Ежегодно 100 миллионов тенге от полученной прибыли направляется на благоустройство аула. На строительство спорткомплекса из бюджета было выделено 180 миллионов тенге компании «Абзалы Ка» – 204 миллиона. Таким образом, на эти средства был построен крупный спорткомплекс стоимостью 384 миллиона тенге. Также в ауле в честь людей труда на площади в полторы гектара построена аллея стоимостью 450 миллионов тенге. Глава государства посетил все названные объекты. В спорткомплексе сельские дети и молодежь занимаются футболом, волейболом, настольным теннисом, различными видами борьбы. Президент встретился здесь с юными спортсменами. Уважаемый господин президент, меня зовут Рауан. Я два года занимаюсь футболом. Большая благодарность тем, кто построил для нас такое поле. Когда вырастем, станем чемпионами. Далее президенту был представлен видеоролик об образцовых населенных пунктах региона. Аким области Нурбек Налибаев рассказал главе государства о вкладе местного бизнес-сообщества в развитии аулов. Ночной вид замечательный. Равняясь на этот аул, и в других аулах происходят большие изменения. На аллее труда сельчане выразили благодарность главе государства за особое внимание к сфере сельского хозяйства. В частности, с огромным одобрением воспринято создание Министерства водных ресурсов. Касым Жамартукаев подчеркнул важность сохранения единства и самоотверженного труда во имя процветания Казахстана. В нынешней сложной геополитической ситуации в первую очередь стране нужен покой. Самая главная ценность – это единство страны и народа. Нужно все свои силы, энергию вложить в работу во благо Отечества. Я у Алиев Айбек Пулатбекула. Родился в ауле Шаган. Работаю механизатором. Мой дед и отец тоже работали в этом хозяйстве. Я пошел по их стопам. Молодежь зачастую уезжает из аулов города. Но кто будет поднимать село? В нашем ауле созданы все условия. Для желающих работать всегда найдется работа. Тем, кто хочет открыть свой бизнес, со стороны государства оказывается большая поддержка. Предоставляются безвозмездные гранты, кредиты по низкой ставке. От имени своих односельчан выражаю вам большую благодарность за поддержку. Касым Жамартукаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, патриотичными и пообещал и впредь оказывать поддержку молодежи. Также была отмечена необходимость увеличения таких аулов, как Наги Ильясов. Предприниматели должны принять в этом активное участие, сказал президент.